Сейчас коротко о других событиях этого дня в нашей постоянной рубрике Дайджест. На днях кунгурским судом за разбой осужден житель города. Следствие установило, в один из дней мужчина, употребив спиртные напитки, начал требовать от своих родителей-пенсионеров деньги на продолжение своей гулянки в размере тысячи рублей. После того, как подсудимый получил отказ, он принялся избивать отца, душил и при этом не прекращал говорить слова угрозы в адрес своих родителей. Не выдержав напора, мать подсудимого, опасаясь за свою жизнь и жизнь супруга, передала сыну требуемую сумму. С учетом всех обстоятельств, кунгуряк признан виновным в совершении преступления по статье «Разбой с применением насилия». Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. А также штраф в размере 15 тысяч рублей. Приговор в законную силу еще не вступил, сообщает городская прокуратура. Для жителей Прикамья создадут интернет-сервис, где можно будет пожаловаться на незаконную продажу алкоголя. Специальный раздел, где можно будет оставить заявку, откроется на портале «Управляем вместе». Здесь можно будет пожаловаться губернатору на магазины и киоски, где ночью в нарушении закона продают алкоголь. Здесь же можно сообщить и о других нарушениях, таких как продажа спиртного несовершеннолетним, торговля в дни запрета и продажа алкоголя без лицензии. Функция по отправке жалоб на портале «Управляем вместе» заработает в ближайшее время, уверяют специалисты. Согласно статистике, еще недавно регион был в лидерах по смертельным отравлениям суррогатным алкоголем. Но в этом году количество смертей снизилось в три раза. Власти предполагают, что на улучшение ситуации повлиял запрет на продажу спиртного по ночам, борьба с суррогатом, а также масштабные проверки магазинов. Возможно, ситуация станет еще лучше с введением новой услуги на портале. На днях стали известны предварительные даты проведения фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка-2018». Торжественное открытие намечено на 30 июня, а церемония закрытия пройдет 7 июля в будущем году. Спортивно составляющие мероприятия, как и его участники, еще неизвестны. Впрочем, как и погодные условия в предстоящие дни фестиваля. Правда, как показывает практика последних лет, праздник полетов зачастую сопровождается дождями, что может стать препятствием для проведения соревновательных полетов и церемоний открытия и закрытия. Дворец культуры «Мечта» приглашает всех желающих на праздничный концерт, посвященный Дню Народного Единства под названием «В единстве сила». Здесь вы увидите выступления лучших коллективов «Кунгура» и получите заряд хорошего настроения. Концерт состоится в эту субботу, 4 ноября, в 12 часов в стенах Дворца культуры «Мечта». Вход для всех желающих свободный.